Всем привет! Сегодня я расскажу рецепт приготовления очень вкусной картошки. Готовится она легко, просто и практически ничего для этого не нужно. А вкус у нее получается как у картофеля, который был приготовлен на костре, в углях, зажаренный и который получается очень вкусный. Итак, что для этого нам нужно? Сначала мы, собственно говоря, саму картошку начищаем и ставим в кастрюльку вариться. Вариться картошка должна с момента закипания 7-10 минут, не больше. Если она будет вариться больше, то она переварится и уже не будет такая, какая она нам нужна. Пока у меня картошка начинает закипать уже, в это время я подготовлю сковородку, в которую нужно налить масло. Масло наливается подсолнечное, можно добавить немножечко оливкового и сливочное масло. Вот я уже наложила сюда. И когда картошка проварится, у меня 7-10 минут с момента закипания, потом я вот эти кругляшки переложу сюда в сковородку в разогретое масло. Масло я растопила и сейчас сюда будем перекладывать картошечку, которая у меня уже проварилась где-то около 10 минут. Картошку не нужно наваливать друг на дружку. Ложить ее нужно рядышком. И забыла сказать, воду, в которой картофель варился, солить не нужно. Вот так вот мы наложили картофеля на сковородочку. Вот заполнила я все пустые пространства. И теперь я включаю газ посильнее, практически на полную. И она у меня начинает поджариваться. Можно накрыть крышкой, но буквально на 3 минуточки. Картошку я перевернула. Одна сторона немножко, как вы видите, подрумянилась. Сейчас я буду в процессе готовки картошечку вертеть, чтобы все стороны прожарились и пропитались маслицем. Она еще более румяная после переворачивания. Желательно, чтобы все ребра, все края были у нее поджарены. Вот в таком золотистом цвете. У меня здесь картошка, конечно, разного размера. Но хочу сказать, хотя бы для первого раза лучше взять картошку примерно одинаковую и не очень крупную. Пока вы не набьете руку и не поймете, сколько нужно жарить, сколько нужно масла конкретно для этого количества. Вот что в итоге у нас получилось. Готовую картошку мы посолили. Посыпали сверху укропчик. И все, блюдо готово. Можно кушать. Всем приятного аппетита. Пока-пока.